Здравствуйте, много уважаемые блогеры! Сегодня 28 октября, суббота. Блогер из Перми, сотрудник КГБ, бывший Бессонов Алексей Борисович. Ну вот у нас прошло выступление нового губернатора Решетникова в законодательном собрании. Ну вы знаете, зрение вообще печально. Почему? Все это напоминает дубль 2 КПСС, да, с Усенского времени, только без экономики, да, без социальных гарантий, без экономики, без промышленности. А в принципе все то же самое, да, то есть фактически никакого права в стране нет, никаких, так сказать, сложных систем взаимоотношений нет, все по приказу, по приказу выборы, по приказу... Ну идея одна там говорят, что запретили критиковать бюджет, да, Пенского края, потому что бюджет крайне маленький, там 120-117 миллиардов на огромную область расходований, его совершенно глупо и непонятно, и так далее. Бюджет так, что здесь не хватает, сюда отправим, сюда отправим, прокуратуры нет, и так далее. Ну вот так вот будем жить, ну а что, ну как жить? Ну вот такие люди, ну естественно там присутствовали очень видные ученые большие, доктор экономических наук сухих, он, кстати, врач по базовому образованию, большой ученый. Ну, вы понимаете, в России скоро по морде начнут давать за ученые степени, поэтому все же понимают, как это все стоит и что там, что, так сказать. Ну вот такая страна, ну что, вот вы создали такой студ, выборы без выборов, судебность без судов, что там еще, права без прав, ну вот так вот будем жить, а что, как вы хотите? Ну вы жили же при КПСС, при Леониде Брежневе. Ну, кстати, у Брежнева не было экономического кризиса, как такового. У Брежнева был политический кризис, да, он опоздал с реформами, связываться с Косыгиным, что Косыгин пытался начать эту реформу. Ну, то он, сказать, я там всех, надо же, ну читаешь там много точек зрения, но все-таки надо быть внутри, находиться, чтобы понимать. Ну, факт, это факт, реформу заменили, вместо этого пришел к КГБ в 67-м году Андропов, создал 5-е управление и начали, вместо того, чтобы реформу проводить, политический сыск. Ну, сейчас то же самое что-то будет, потому что, практически, вот, понимаете, вышли мы на митинг в поддержку, ну, там тоже Навального, просто за права и свободы, что люди должны выходить, и все, начали на нас, мне уж штраф дали 10 тысяч и так далее. Ну, так вот, скорость вообще примут, что уголовная ответственность будет. Она была же уже два раза, несанкционированные митинги в тюрьму, ну, это уже, в общем-то, запретельные вещи, вещи уже, фактически, режимом периода агонии, ну, как можно, это же сунное право граждан, более того, там отказали же надуманно, там никого митинга не было повторного, просто отказали же, запретили. Ну, это такие мелочи, на которые в России никто внимания не обращает. Мы, говорит, богато никогда не жили, нами не привыкать, поэтому, так вот прошла приватизация, под нее написали гражданский кодекс, да, там всего 5 коммерческих юридических лиц и так далее. А вот, понимаете, а каково жить в провинции, вот вы не понимаете, да, тут же вот, тут есть и марксисты, то такие, что, понимаете, там, отстреливают на ходу, есть либералы, то такие же, понимаете, тут ничего другого нет. Ну, а все равно как-то подстраиваться, все равно как-то отношения какие-то выстраивать, как-то пытаться, я и так уже замолчал, так сказать, и так уже, так сказать, ничего не говорю, там, ну, дурака валяю просто иногда, потому что, ну, как к этому можно относиться, понимаете, тут можно просто, как анекдот такой, знаете, киллеру дают миллион долларов, вот тебе миллион долларов, иди, убей, вот он живет там в пятом доме, он убегает, Корченко говорит, а ты квартиру-то почему не узнаешь? Я за такие деньги весь дом перестреляю. Так и здесь. Этим людям дали какой-то кусок собственности, дали какую-то должность, понимаете. И они уже наплевали на права, на свободы, на конституцию. Они из слотских не знают, понимаете. У них своя ментальность. И в России вообще отношение к праву со стороны власть имущих, оно было такое. По структуру, ну, есть какое-то право там, так сказать. Ну, может, вы не посадили, не расстреляли. Он где-то ходит, живет и певарный. То есть, ну, вот так. Ну, что, будем жить. Сколько это просуществует? Тоже сказать, ну, вот Леонид Ильич продержал, ну, сколько, 17 лет продержал эту систему. Это все равно рухнуло. Но это тоже, сейчас, ясно, один срок пойдет. Потом начнет конституционную реформу. Парламентская республика будет. И он как глава партии пожизненно. Ну, а на самом-то деле, роста в экономике нет, судебной системы нет. И, так сказать, возможности даже что-то оппозиционное создать тоже нет. Никакой не партии. Но вообще, период прошел, когда создавались партии, это в 90-е годы все больше. Ничего уже в перспективе, ничего не создадите, ни в какой парламент не пройдете. Это в Европе, там, вы можете создать любую партию. Там, формально, там есть какие-то правые институты. Идти в парламент, там, занять какие-то места свои, какие-то законы вводить, и менять ситуацию в стране. Вот плохо или хорошо, но в Германии, в Европе придут правые. Буквально ближайший выборницок, 7-8 лет, они придут. Они будут очень, даже не у нацистских, а какие-то организации будут играть огромную роль, потому что ситуация требует, ну, так устроено в Европе, что это произойдет. А в России этого никогда не будет. В России будет снова какой-нибудь царь, генеральный секретарь, Владимир Владимирович Путин. И очень все печально. Ну, вот так, что мы вот так вот будем жить. Вы там проснетесь в психушке или там еще дело какое-нибудь будет, там у вас будете бегать, доказывать, что-то отписываться. Ну, так что, по крайней мере. Вот так будет. Ну, ладно, я понимаю, это может делать, там, Сталин пожертвовал, там, политическая реформа, ну, провел экономическую реформу, да. Ну, а этот же, что, он уже ничего не проводит. Экономики нет, прав нет, политической реформы нет. И все дальше и дальше погружается в какой-то маразм. У меня вот столько людей уже уехало. В Германию уехало много людей. Я думаю, ну, уехать, ну, во-первых, я юрист, мне сложнее, потому что все-таки, так сказать, ну, тоже какая-то правая система. Да. Я вот в процессы вхожу, а местные судьи, они так устроены, судебная система, там, понимаете, она такая, ну, что гнилая, она какая-то вся повязанная друг над другом, да. И вот тут моя политическая деятельность, она невольно у них ассоциируется с моей работой. А почему это работа моя? Я, у меня там обычные дела гражданские, там, бабушки забор сломали, зольятки, причем я же никакого отношения не имею, не... потому что, ну, кто его знает, как посмотрит власть на Таши Бессонов, а вот что называется, вне правых рамок. Мы его не убиваем, потому что мы еще-таки гуманисты, если бы, то сказать, мы пристрелили просто. И все вот так, мне кажется. Ну, вот так вот. но пока живу как-то вот, 50 лет, ничего нет, из семьи, и я не собираюсь, потому что, как можно жить, я вот не понимаю, как вот можно работать, вот в органах работать, как-то можно работать, там, элементарно ничего не соблюдать, не прав, не свобод, не... потому что ты не понимаешь, что ты дурак, а... ну, вот так, поэтому очень-очень печально, и что себя поставят местный парламент, но это вообще зрелище, очень такое, достаточно печально и скучно, ну, вот так, как-то живем. Посмотрим, что будет дальше, а дальше будут выборы президентские, сейчас начнут все зачищать по-черному, ему нужно набрать свои, там, 70-х процентов, он немножко опустит, чтобы многим партиям тоже дать, чтобы там не призбрали эти кредиты, Жуканов уже идет в пятый раз, Жириновский пятый раз, но это все и спешно, но вот так, что-то делось, так вот мы живем. Спасибо вас, Бессонов Алексей Борисович.